Добрый вечер! В эфире телеканал ЖТУСУ новости. В студии для вас работает Ануар Амангельдинов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска о том, что вы сегодня увидите. Высокая награда. 11 представителей СМИ удостоились почетных наград. Качество и безопасность. В Талдыкургане налажен выпуск надежных конструкций для детских площадок. Куда приводят мечты. Многодетной матери подарили жилье. По итогам 11 месяцев Алматинская область в числе лидеров по обеспечению роста социально-экономического развития. Огромная работа проделана по пяти из семи основных направлений. Итоги года экономического сектора подвели на правительственном селекторе под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Согласно отчету, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%. Из них в производстве продуктов питания на 3,6%. А в фармацептике на 39,5%. Положительная динамика сохраняется по важным направлениям горно-рудного сектора, как добыча железной руды и прочих полезных ископаемых. Наблюдается активизация и в сфере торговли. В целом, несмотря на пандемию, страна показывает неплохие показатели в социально-экономической сфере. Глава правительства подчеркнул необходимость стопроцентного исполнения плана по обеспечению доходной части бюджета, а также полного и эффективного освоения бюджетных средств до конца финансового года. Стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, а также дальнейшее ее сохранение, будет значительно способствовать росту экономики. Прошу обратить внимание на повышенные темпы роста цены на социально значимые продовольственные товары в ряде областей страны. Акиматам регионов принять меры по обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и тарифов. Инструментов для данной работы имеются. Вопросы цен должны быть на постоянном контроле. В скором времени в Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев. Глава Кабмина поручил соответствующим органам ужесточить ответственность за браконьерство. Так, за повреждение одного дерева, занесенного в Красную книгу, предусматривается штраф от 4 до 500 МРП. За вырубку от 5 до 600. Могут привлечь и к уголовной ответственности. В связи с этим глава правительства поручил Министерством экологии, сельского хозяйства, индустрии и финансов совместно с Акиматами регионов двухмесячный срок разработать комплексный план воспроизводства лесов. Акиматов региона дано поручение в течение пяти лет посадить 2 миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в населенных пунктах. Это позволит повысить уровень лесистости страны в рамках глобальной инициативы «Бонский вызов», к которому Казахстан присоединился в 2018 году. В Талдыгургане подвели итоги ежегодной премии «Самгау». Со сцены драматического театра имени Бекен Римовой престижную награду вручили работникам СМИ и масс-медиа. Из 120 конкурсантов выявили 11 сильнейших. Кто стал обладателем заветных статуэток, смотрите в материале моего коллеги Дамира Анитова. «Самгау» – пожалуй, главные события для журналистского сообщества ЖТСУ. Мастера пера и микрофона сравнивают мероприятия с премией Грэмми, и в этом есть особый смысл. Нарядные костюмы, вечерние платья, торжественная обстановка, а главное – возможность получить заветную статуэтку. В жару, в холод и даже пандемию. Этот год выдался особенным для всего мира. Пандемия коронавируса, как идеальный шторм, внесла коррективы в жизнь всей планеты. В это сложное время на передовой в борьбе с самой ужасной болезнью 21 века выступают врачи, сотрудники правоохранительных органов и ЧАЭС. Не остаются в стороне и представители СМИ. Ежедневно журналисты региона освещают самые актуальные события, связанные с COVID-19. Подчеркнул в своем выступлении заместитель Акима области Рустам Али. Он поблагодарил журналистов за честный и объективный труд, отметив, что именно представители средств массовой информации являются мостом между властью и народом. Хотелось бы отметить труд представителей СМИ в это непростое время. Вы ежедневно доказываете свой профессионализм. Именно благодаря вам зрители узнают о ситуации в области и стране. Продолжайте работать в том же ключе. ЖТСУ – кузница сильнейших кадров. Ежегодно журналисты регионального телевидения в числе победителей престижного конкурса. Так и сегодня корреспонденты в очередной раз доказали свой профессионализм. Мастера пера и микрофона завоевали сразу девять призовых мест, тем самым превзойдя свой прошлогодний успех. Зачастую работа операторов и фотографов остается за кадром. Однако от них зависит, каким материал будет на выходе. Правильно подобранный ракурс – это 60% успеха материала. Хайрат Кастурганов знает это, как никто другой. Расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях. Абсолютно правильно говоришь, Дамир, даже можно сказать больше 60%. У нас изначально, когда пришли на работу, у нас тогда был, есть, Хусейн Ашалтар учил, говорил, если телевизор, говорит, звук отключишь, и тогда по этому видеоряду, если все понятно, что происходит, вот это вот главная цель. Очень приятно, когда твою работу отмечают, награждают. Это человека стимулирует, человек сразу начинает прогрессировать, расти творчески, я думаю, стремится. Заслуженной наградой удостоилась молодая, но уже мастеровитая Санья Байтарова. Корреспондент телеканала ЖТСУ в своей программе «Арной репортаж» освещает самые актуальные и животрепещущие темы. Каждый выпуск ее передачи – это особое событие, которого с нетерпением ждет огромное количество телезрителей. Своей харизмой Санья создает на экране неповторимый позитивный имидж. Мы находимся возле победительницы в номинации «Лучший тележурналист года» Саней Байтаровой. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытываете в данный момент? Считаете ли вы свою награду заслуженной? Я очень рада, я уже пять лет работаю в этой сфере, это первая серьезная награда в моей жизни. Спасибо моим наставникам, и над этой передачей работала целая творческая команда, поэтому я считаю, что это не только моя, наша общая победа. Поздравляю вас! Свою лепту в освещении важнейших событий региона внесли сотрудники районных и областных газет. Их вклад не остался незамеченным. За оперативность и достоверность информации ряд корифеев были отмечены наградой Аким Алматинской области, в их числе сотрудник региональной газеты «Огня Латау» Хасан Испанов. В этом конкурсе я представляю Алматинскую областную газету «Огня Латау». От имени всех своих коллег хотелось бы выразить большую благодарность руководству региона за организацию, за столь яркое событие в нашей жизни. И всем своим коллегам хотел бы пожелать дальнейших творческих успехов, покорения новых высот, неиссякаемого вдохновения. Следует отметить, на конкурс было принято 119 работ, а награждение проводилось по 11 номинациям. Оценивали журналистов, авторитетные журналисты республики и представители независимых СМИ. Дополним, в следующем году престижная премия «СамГАУ» претерпит изменения. Новая 12 номинация будет посвящена памяти мэтра казахской журналистики Бесена Хурамбека. Дамир Анитов, Жатлан Ченкенжи, Телеканал ЖИЦУ. Сегодня заместитель Акима Алматинской области Рустам Алиев в преддверии Дня Независимости по сложившейся традиции встретился с участниками декабрьских событий 1986 года. В ежегодной встрече приняли участие 11 человек. Рустам Али произнес слова благодарности, отметив их мужество, самоотверженность и храбрость на пути к общенациональной свободе. Говоря о декабрьских событиях 1986 года, заместитель главы края отметил, что имена житесусов, принимавших участие, навсегда золотыми буквами вписаны в историю становления независимости страны. К слову, на сегодняшний день в области насчитывается порядка 156 участников декабрьских событий. От имени всех участников декабрьских событий выражаю благодарность руководству области. Спасибо, что не забываете о нас, несмотря на сложившуюся ситуацию. Проявленное вами внимание для нас очень ценно. На радость детям. Более 30 детских площадок в этом году установили в Ямбеши-Казахском районе. Как отметили в районном Акимате, создание условий для активного досуга детей является приоритетным направлением. В одном из крупнейших в области районе насчитывается примерно 80 тысяч детей. Одна из площадок была установлена рядом со школой номер один Рахатского сельского округа. На ее возведение было затрачено 5,5 миллионов тенге в рамках государственного проекта Туганжер. Программа нацелена на масштабную работу в сфере благоустройства и восстановления малой родины каждого неравнодушного казахстанца. Взрослые отмечают, что детская площадка строилась довольно быстро и качественно. И все же главные достоинства площадки оценили дети. Помимо этого, еще 35 игровых комплексов установлены в районе в рамках меморандума между аппаратом Акима Имбекши Казахского района и Акиматом города Алматы. А для безопасности детей в темное время суток в пяти сельских округах и городе Исык появилось уличное освещение. В будущем мы планируем, допустим, до Нового года запустить еще одну такую суперсовременную детскую площадку, спортивную площадку, то есть футбольную площадку. И создать все условия для организации досуга детей, жителей нашего района. В будущем году мы планируем провести большую, объемную работу по обустройству нашего районного центра, наших сельских округов. Создать условия для воспитания нашего будущего, воспитания наших детей, нашей молодежи. Безопасные конструкции для детских площадок теперь будут производиться в Талдыкургане. Заработал цех по выпуску различных видов игровых комплексов. Первые результаты работы были представлены руководству города. Детская площадка необходима атрибут любого многоэтажного дома. А если она еще и оборудована современным игровым комплексом, это вдвойне комфортно. Последние годы в Талдыкургане начали благоустраивать все детские площадки города. Однако нужные малые архитектурные конструкции приходилось доставлять из России или других городов Казахстана. Только на транспортировку таких комплексов уходило немало средств. Учитывая все эти нюансы, предприниматели Талдыкургана решили открыть в областном центре свой цех, где будут изготавливать необходимое оборудование для благоустройства прилегающих территорий многоэтажных домов. Сейчас на продажу выставлены первые изделия товарищества. Это только первые изделия. Где-то с весны мы сразу начали этим заниматься. Стали закупать станки, купили станок ЧПУ, столярный цех, плазменную резку купили и начали производить малые формы. Но с пандемией мы это приостановили, все производство было закрыто. Осенью мы продолжили наши работы. Думаю, наша конкуренция это реально. Наши заказчики везут с Алматы, с России это транспортные расходы. А здесь, в Алматинской области, они сюда к нам приезжают и сразу забирают. И у нас изделия дешевле. Цех оснащен 14-ю современными станками. 30 человек занимаются изготовлением конструкции. Товары из качественных материалов. Они экологически чистые и безопасные для здоровья детей и взрослых. Радует и широкий ассортимент товаров. Каждый желающий сможет выбрать изделия по своему собственному вкусу. Дизайнеры компании трудятся на славу и создают уникальные модели малых архитектурных форм. Здесь эксперты были, смотрели. Но здесь тоже лучше, хорошее качество. Мы видели цеха, они все работают именно талдыкурганские мастера, наши рабочие. Они и сами местные ребята. Полностью талдыкурган и ближайшие районы они могут обеспечить. Вместе с дизайнерами и менеджерами компании каждый заказчик сможет лично поработать над своим заказом. Главный принцип для них это качество, безопасность и благодарность покупателя. Гульназ Мустафа, Жаев Курманбаев, Телеканал ЖТСУ. Смертельный исход от падения ледяной глыбы с крыши жилого дома зона ответственности самих жильцов и председателей КСК. Какое наказание понесут в этом случае члены кооператива узнавала Одина Смогулова. Зима – время повышенного травматизма. Причиной тому часто служит гололёд. Нередки случаи дорожных происшествий из-за скользкой дороги. Особую опасность представляют и ледяные глыбы, свисающие с крыш зданий, от падения которых страдают случайные прохожие. В 18-м или 19-м году в Алмате был инцидент, когда женщина выходила и прямо это на голову с печальным концом. Поэтому это опасные вещи. Это ведь работа КСК, но от них ничего не дождёшься. Начнут суетиться, только когда на кого-то этот лёд упадёт. Каждый день прохожу здесь. Страшно, конечно. Такая глыба льда может и убить. Результатом неочищенной крыши буквально пару дней назад стал серьёзный инцидент в Талдыкургане. На авто с пятиэтажного здания упала ледяная глыба и в дребезги разбило стёкла. По словам горожан, с периода наступления зимы это уже пятый подобный случай. Следует понимать, что это всего лишь обычная груда железа, на месте которой мог оказаться случайный прохожий. Даже если очистка крыш от наледя не входит в условия договора между членами кооператива, однако в случае падения смертельной глыбы снега ответственность может лечь на плечи председателя КСК. Ответственность в любом случае ляжет на КСК и КСК в субсидарном порядке может взыскать и привлечь к ответственности каждого жильца этого дома, который является членом кооператива собственников квартир. И перенести ту сумму, которую повесят на КСК, субсидарно на каждого жильца. Однако не все жильцы понимают все серьёзности нависающей угрозы в буквальном смысле этого слова и беспечно относятся к оплате за услуги КСК. В городе насчитывается 73 КСК. Каждый год 15 ноября мы уведомляем их всех, чтобы они заранее позаботились о безопасности жильцов. Своевременно очищали внутридворовые участки от снега, а крыши ото льда. Однако тут выясняется, что не все домовладельцы своевременно платят за услуги КСК, создавая тем самым для членов кооператива трудности в полноценном содержании дома. Как заверяют сотрудники ДЧС, в городе не зарегистрировано однако домовладельцам следует помнить, что отказ от платы по счетам КСК может стоить другому человеку жизни. Масштабные учения прошли в аэропорту Боралдай. Службы экстренного реагирования отработали свои навыки в тушении самолета и эвакуации людей из горящего лайнера. Потушить лайнер и спасти людей в кратчайшие сроки. Такую задачу поставили противопожарные службы и спасателям Ильисского района в ходе учений. Отработает слаженное взаимодействие всех спецслужб важная часть спасательных операций. Отмечает начальник службы пожаротушения областного департамента чрезвычайных ситуаций. Сегодня в учениях задействовали 13 единиц техники и 32 сотрудника личного состава. Полностью ликвидировать опасность спасателям удалось менее чем за 10 минут. В ходе проведения тактика специальных учений особое внимание уделялось повышению уровня тактического мастерства начальствующего состава, изучению оперативно-тактических характеристик тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ. Через аэропорт Буралдай проходят местные воздушные линии. На его территории базируется 26 авиакомпаний и 99 малых воздушных судов. Специальные профилактические мероприятия по тушению возгораний здесь проводят каждый месяц. Ведь первоочередная задача любого спасателя предотвратить возможный пожар или чрезвычайную ситуацию. Мечты сбываются. Еще одна многодетная семья обрела крышу над головой в Искельдинском районе. Давнюю мечту матери-одиночки осуществил Республиканский благотворительный фонд Харикет. Этот дом стал 25-м подарком для жителей Алматинской области. Подробности в сюжете. Алтинай Тутубаева многодетная мать. Она одна воспитывает пятерых детей. Семья нуждалась в собственном жилье уже давно. На протяжении нескольких лет они ютили в тесных стенах загородной времянки на территории дачного массива Алмалы. Неподъемную для семьи аренную плату в 25 тысяч тенге оплачивали из средств поступающих через адрес на социальную помощь. А за знаниями дети ходили в соседнее село Коктал. Именно здесь в пяти километрах от дома расположены школа и детский сад. Но, как говорится, счастье пришло неожиданно и самое главное вовремя. Руку помощи протянул благотворительный фонд Харикет. Нуждающая семья Туктаваева Алтной нам подсказала зам Акима города Талткурган Савлия Мамбайна. Она попросила посмотреть эту семью, потому что действительно по ее данным была очень нуждающая семья, которая живет в отделенности от города. Сейчас как они сюда дай бог перейдут, они здесь пропишутся и ну конечно наверное этот четверть закончат онлайн они там в Бугоре по заявлению напишут со следующей четверти они будут учиться в поселке Кораблак. Новые условия не сравняются с теми, что были раньше. На участке в 15 соток есть все для комфортного проживания. Вместительный, уютный и самое главное теплый дом для большой семьи. Летняя кухня, баня и огород. Многодетная мама с трепетом восприняла радостную весть. Спасибо большое фонду Харикет и всем неравнодушным гражданам Казахстана. Я стояла в очереди на жилье два года. О собственном доме могла только мечтать. У меня пятеро детей, трое из них школьники. Раньше приходилось с раннего утра вести детей в школу, а когда опаздывали на автобус, приходилось идти пешком, даже зимой. Теперь таких проблем не будет. Собственный дом для нас большое счастье, которое не передать словами. Представители фонда отметили, до конца этого года они обеспечат жильем еще пять семей у Матинской области. А мы напомним, что благотворительный фонд Харикет осуществляет свою деятельность благодаря неравнодушию граждан Казахстана. Помочь можете и вы. Перечисли фонд всего тысячу тенге. Реквизиты можно найти на официальном сайте организации или в социальных сетях. Эта сумма станет вкладом в будущее еще одной нуждающейся семьи. Алексей Цуэнадир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Дари добро, тепло и радость. Под таким названием проведена детская благотворительная акция в Алматинской области. В ходе ее проведения дети из социально уязвимых семей получили возможность провести день на катке. Ледовый каток одно из самых любимых и популярных зимних мест отдыха для ребятни. А для того, чтобы день наполнился впечатлениями и надолго остался в памяти, для детей организовали увлекательное состязание на льду, по результатам которых каждый получил памятные подарки. Мероприятие организовано молодежным центром при спонсорской помощи городского ледового катка. Данное мероприятие организовано с молодежным ледовым центром города Талдыкурган в области при поддержке наших спонсоров Вимар, Кебаб, Патифуд и городским катком Ирвис. Направлено на то, что подарить детям, малоимущим, многодетным семьям преддверие Дня независимости, подарить тепло, уют, радость и счастье. Лицом к человеку самые актуальные вопросы по налогам обсудили во время рабочей встречи руководитель департамента госдоходов по Алматинской области и популярный блогер из Южной столицы. Продуктивная беседа прошла на диалоговой площадке ЖТСу Адалдыхалана. Политика открытых дверей улучшает взаимосвязь населения с государственными органами. Благодаря этому представители общественности, СМИ и простые жители могут напрямую обратиться по любым вопросам к специалистам различных госструктур. Конструктивные диалоги позволяют нам выстраивать работу по снятию административных барьеров, улучшению качества оказываемых услуг, отметил в ходе встречи с блогером Аделем Мукашевым, руководитель Департамента государственных доходов Палматинской области Сырым Денбаев. Одна из ключевых тем совместного обсуждения – борьба с теневым оборотом алкогольной продукции. От налогов зависит наша пенсия. Понимаете, пенсия зависит на многие факторы. Это медицина, это образование. Мы, пенсионеры, это очень большая сила. И только я правильно сказал, сегодня все власти, все органы должны работать под лозунгом «Лицом к народу». Наши совместные работы по выявлению, по оказанию помощи сбора налогов по борьбе с контрфактом спиртных напитков. Это очень важная проблема. Еще с середины мая стартовала широкомасштабная республиканская акция «Требуй чек, выиграй приз». Она проводится ежегодно с целью повышения гражданской активности, сокращения размеров теневой экономики, а также защищает интересы добросовестных предпринимателей. К слову, за истекшие 11 месяцев текущего года Департаментом госдоходов Палматинской области проведено свыше 80 проверок, которые выявили и теневой оборот более 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, свыше 40 тысяч штук табачных изделий и 418 тонн нефтепродуктов. В целях усиления работы по выявлению реализации нелегальной спиртосодержащей продукции территориальным налоговым службам дано указание усилить рейдовые мероприятия, проводимые совместно с правоохранительными структурами. И хотя из-за непростой ситуации в стране, вызванной пандемией, многие сферы деятельности снизили свою деловую активность, однако Департамент госдоходов в Палматинской области продолжал обеспечивать полноту поступлений налогов в бюджет. Так, за 11 месяцев этого года Департаментом перевыполнен план по доходам в госбюджет на сумму 7,9 миллиарда тенге и составил более 508 миллиардов. А в целях поддержки граждан в период пандемии физическим лицам спишут пеню за неуплаченные налоги при условии оплаты основного долга. Государство идет на встречу. До 31 декабря у нас действует амнистия по налогам. Это на имущество, на транспорт. Это, если будет оплата основного долга, вся пеня будет списываться. Так что мы призываем, чтобы до конца года наши граждане, чтобы оплатили эти налоги, потому что в Алматинской области только 228 тысяч у нас должников. Это свыше 3 миллиардов тенге. Так что, как раз здесь уникальная возможность вот эти налоги оплатить без пеней. В ходе встречи руководитель департамента отметил, что еще с декабря прошлого года в республике реализовано мобильное приложение «Налоговый кошелек», упростившее процесс уплаты налогов. За этот период свыше 8,5 тысяч граждан воспользовались услугами удобного сервиса, позволяющего исключить некорректные платежи и расходы на комиссию банкам. В свою очередь, гость ЖТСУского края поблагодарил руководителя департамента за подробные разъяснения и открытость, подчеркнув важность проведенной встречи. «Народ должен знать, сколько налогов поступает в бюджет. Нужна открытость. Это и есть доверие народа», подытожил отдел Мукашев. Евгения Присяжная, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Сторонники армянской оппозиции заблокировали улицы Еревана, объявив о запуске кампании гражданского неповиновения. Протестующие требуют отставки премьера, возлагая на него вину, за поражение в ходе войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Оппозиционные партии уже выбрали своего кандидата на смену Пашиняну. Его обязанности готов взять на себя Вазген Манукян, занимавший свое время посты как главы правительства, так и министра обороны. Стоит отметить, что участники акции неповиновения заблокировали также движение поездов метро. Более 80 протестующих задержаны. Турция не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, сообщает агентство Reuters. Об этом заявил глава Минздрава Республики. По его словам, проблема в том, что российская вакцина не соответствует надлежащей лабораторной проверке. По сообщениям ряда СМИ, Турция закупила 50 миллионов доз китайской вакцины и планирует начать массовую вакцинацию до начала Нового года. По словам министра здравоохранения, Анкара также намерена закупить 25 миллионов доз препарата разработки Pfizer и BioNTech. Европейское агентство лекарственных средств заявило о том, что подверглась кибератаке. Как говорится, в официальном релизе к расследованию инцидента подключились правоохранительные и другие компетентные органы. Детали происшествия будут обнародованы по итогам деятельности следственных органов. Но уже сейчас известно, что хакеры получили доступ к некоторым данным по регистрации вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Главная задача агентства – проверять новые лекарства на их соответствии стандартам Евросоюза. На очереди также экспертиза вакцин, разработанных компаниями Johnson & Johnson, а также AstraZeneca. И на этом у нас все. Я благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова